Коллеги, значит, итак, напомню еще раз, что в прошлом мероприятии, 20 какого там числа, в конце июля месяца, у нас получился удачный формат. А именно, у нас выступил уважаемый представитель классических подходов, философских подходов и общественный деятель, скажем так, в возрасте, обладающий опытом СССР, жизни и успешной жизнедеятельности. Одна позиция. И вторая позиция. У нас выступил представитель новейшего подхода, молодая генерация ученых. Соответственно, этот пример показался мне интересным. Я сегодня, в пику к нашим уважаемым докладчикам, которые представили исчерпывающий академический взгляд на аналитику и так дальше, я пригласил представителя новейшего подхода так называемого университета сингулярности, который организован ведущим футурологом мира, самым раскрученным футурологом в мире Рэм Курцвейл, который фактически создал, как не представляется, одну из ложных картин мира, и который навязывает всему человечеству. Я пригласил российских представителей этой школы, которая находится в Калифорнии, который учрежден организацией такими, как НАСА и прочими уважаемыми американскими организациями. Они не смогли прийти, например, еще раз, в следующий раз. Но для того, чтобы нам сохранять позицию классики и современности, я хочу огласить их основные подходы. Мы быстренько по ним пройдемся. Я надеюсь. А подождите, это Институт сингулярности в Штатах? Он находится в Штатах, да. В России находится несколько людей в России. Я вам скажу более того, что один из советников президента, есть он еще, тоже прошел обучение там. Я не знаю, хорошо или это плохо для наших национальных предрессов. А кто, если не секрет? Я не буду говорить, кто. У меня на упад. Нет, тебя особенно. Я к тому, что эта фабрика мыслей, так их называют, имеет интересный потенциал. Значит, нужно разобраться, во-первых, в этой позиции нашего идеологического заклятого партнера, во-первых. Во-вторых, нужно понять и картина мира. Она, так сказать, ну, правильная, неправильная, недооцененная, да, так сказать, переоцененная. Соответственно, ну, и вот, видите, влага с каких же оружием, будем говорить. Хотя они наши, так сказать, заклятые партнеры. Мы в позиции, как это называется, борьбы в типологии, да? Волосе. Интересно? Очень, очень. Самое интересное, наконец-то. Это, да, это включение американцев в Россию. Мы все пытаемся запустить. Но это не саентология? Нет. Да нет, это сингулярность. А сингулярность, я вам поясню. Слово, опять же. Сингулярность, это, это, значит, это математическое явление, определенное, резкое вырастание по экспоненте роста. Всего причем по экспоненте, то есть, скорости развития информации, например. Примерно в середине этого века. Это, так же самое, значит, рост популяции человечества, резкий рост рождаемости имеется в виду. То есть, в совокупности эти процессы могут привести человека неведомо куда. Значит, этот же подход предполагает, например, демонтаж государства, потому что это мешает глобалистам, понимаясь, зарабатывать больше денег на тренинге. Этот же подход, значит, он предполагает, предполагает, слава богу, что, значит, человеку допустимо, предположим, внедрять элементы роботов. Это называется кибридизация. Это хорошо. В прошлый раз, например, вы услышали слово, там, отрезать голову человеку, например, да? А на днях в Китае привели к генномодификации детей, например. То есть, в таком виде мы будем жить, и это большой-большой вопрос. Значит, нужно ли там, соответственно, жить. Итак. А начнем мы с Казахстана. А почему с Казахстана? А потому что эта страна наш, как сказать, сосед, да? А как ты друг? Южный сосед. Практически евразийский партнер наш. В начале 50-х годов вдруг, на удивление, создал себе стратегию вызовов 21 века. Этот документ был опубликован, значит, под грифом «Национальная стратегия Казахстана». Он называется «Казахстан 2050». Где, значит, в документе были отображены 10 вызовов 21 века. Возникает вопрос, откуда у них взялся такой, скажем, невероятный аналитический аппарат. Ответ у меня есть. Эту систему отрабатывали им русские, скажем так, аналитики. По качеству этой аналитики можно сказать следующий, скажем, интересный факт. Эти же самые аналитики придумали лозунг президенту России в 2012 году. Помните? 20 миллионов рабочих мест к 2000 году. Это был политический лозунг, предвыборный, для президента России. Он был озвучен, но, разумеется, он был провален. То есть этот лозунг не был достигнут. Политическая цифра была провалена. Эти же самые разработчики разработали данную, значит, систему вызовов, ну, вызовов, соответственно, это разработка порядка 2010-2012 года. Например, вот слово «третья индустриальная революция», да, это слово показывает, что эта разработка немножко подустарела, потому что сейчас фангеризмители, четвертая промышленная революция, это вот Клаус, Шваба и так дальше, значит. То есть о том, что, пожалуйста, у людей есть свой документ, есть свое понимание угроз. Ну, что, например, ну, типично для Казахстана, предположим, 50 воды, да. Казахстан тоже является, предположим, сырьевой державой, там, что-то там добывает, мель, газ и так дальше. Степи, соответственно, угроза продовольственной безопасности существует. Демократический дисбаланс, это что имеется в виду? Ну, так сказать, имеется в виду миллиарды Китая под Буком. Ну и так дальше. То есть о том, что этот документ на уровне национальной стратегии, он, во-первых, он был выложен на сайте мероприятия, в группе «Объявления в Фейсбуке», где публикованного было это мероприятие, и с ним можно ознакомиться. Дальше он был выложен всем присутствующим, зарегистрировавшимся на мероприятии в качестве документа для ознакомления, и его тоже, мне кажется, следует принять, скажем, к седению. Вот такая вот национальная стратегия. В России тоже есть подобные документы, но, если честно, странные. Например, я, так сказать, анализировал, в стратегии экономической безопасности России записано, что угроза является, например, вы не поверите, зеленой технологией. То есть, вот это вот солнце, ветер и вода являются угрозой как будто бы национальной безопасности России. Возникает вопрос, а нет ли неверного отрожествления силовиков-старегиевиков и будущего России в этой экспозиции? Конфликт интересов. Значит, итак, дальше листаем. Переходим к ЦРУшнику. Переходим. Пожалуйста, новейший доклад. Он сделан буквально недавно. Мне прислали его в качестве материала для того, чтобы вам его представить. Итак, еще раз. Это футуролог Рэй Куцвейл. Ну, в общем-то, круче футурологов нет. Скажу вам даже более того. Поскольку я занимаюсь профессиональным анализом всех прогнозов, имея свою методику аналитики прогнозирования, я вдруг понял, что 95% всех прогнозов от ректора Садовничева до там какой-то чиновника именно эконом-развития своими корнями или ушами отсюда торчат. То есть весь мир наладнен этими вот теориями, которые, скажем, имеют крайне, ну, не сказал бы, чтобы не научное. Нет, оно научное. Это ремида экстраполяция, но которая крайне ограниченная и в которой, возможно, вшиты возможные идеологические диверсии. Итак, они разделяют два вида, так сказать, вызов-угроз. Это потребности в ресурсах. Ну, вот, более-менее все понятно. Есть много пересечений. И видите, космос тоже включен, кстати говоря, у них. Ну, я даже знаю, почему он включен. Потому что напарник товарища Турсвейла, Диаман Дисон, так сказать, фанатик космотуризма. То есть для него тема освоения космического подстанства, она является родной. Ну, в смысле, коммерческая, скажем, даже более того. На самом деле... Одну секундочку. На самом деле, безусловно, что наше будущее, будущая мировая промышленность лежит в освоении космического подстанства. Это безусловно. Но при этом, ну, сказать, у людей совершенно четкие, как конкретные коммерческие интересы. Нужно это учитывать. Общественные нужные, ну, это вот устойчивость, например, они выставляют природную стихию. Я эту позицию поддерживаю и пишу об этом неоднократно. Выступал на общественной палате, предлагал Москве концепцию устойчивого города, такого, знаете, города резисцентного, готового к порывам ветра, к локальным наводнениям и прочим вещам. То есть это реальность. Мы живем в условиях ужесточения резонансных эмоциональных колебаний. Ну, там здоровье, все понятно, безопасность людей. И, в принципе, все более-менее нормально. То есть со списком трудно спорить. И сегодня были уважаемые докладчики, говорят, знаете, ну, а эти люди, в принципе, правильно пишут на самом-то период, там, так сказать, нет особых заложенных, нет. Нет особых заложенных, нет. Но все-таки нужно нам проверить, привести полный спектр всех анализов, понять методологию данную, понять ее изъяной. О чем был хороший вопрос? А, собственно, вот методология, вот ваш подход-то, он, возможно, что инструментально, так сказать, не полон, да? Поэтому, возможно, есть какие-то ограничения существенные, которые влияют на результат. Возможно, есть. Поэтому нужно понять спектр угроз, понять угрозы недооцененные, переоцененные, понять тех китов, которые заложены и плавают под потолще воды, но они совершенно реальные, опасные киты. Вот к этому я вас, собственно говоря, призываю. Подумать и не опускать градус дискуссии, уровень обсуждений, но вульгарных, так сказать, примитивных тем. Если позволите, я быстренько это дожусь по своему докладу. Это сделаю очень оперативно. Четыре слайда, три минуты. Мой любимый формат. То есть вот эти вот все обсуждения, включая ссылки на научные доклады, моя любимая тема. Вот пять научных подходов. Итак, доклад мой. Угроз 21 век в моем понимании. Откуда я их взял? Мы начали работать с подачей уважаемого, любимого мой, скажем, коллеги, виталиющая, скажем, Волчкова, в 17-м году, разрабатывая стратегии развития Российской Федерации, социально-экономической и благотворительной стратегии. Тогда был вынужден прикоснуться к глобальной мощи странного подхода, сформировать, так сказать, понятийный аппарат и неэкономических веков. То есть мопед мой, как лак мой. Поехали. Гипотезы. Первое. Вы спрашиваете себе, что вы будете, что, так сказать, что страшнее, гильотина или веревка? Вот в такой пройдении вопрос невозможно ответить правильно. Я, скажем, говорю о самой главной угрозе более общенном, но при этом более универсальном. Я считаю, что самая главная угроза это навязывание миру неопциональных сценариев и даже, как сказать, скорее даже катастрофических. В чем это выражается? Например, возгонки неопределенности. Вот, вы знаете, мир очень неопределен, перейдите, что-то что происходит. То есть на самом деле у меня есть, в общем-то, возражения по этому поводу. То есть возгонка неопределенности, пускай нетумана на будущее, я считаю, диалогической диверсией. Дальше. Спецоперация к управляемому хаосу. Ну, это вот слух, о котором России нельзя употреблять, поэтому оно вредено в бананской транскрипции. Кто знает, тот поймет, кто не знает, ну и слава богу. Это создание, вот вам коллега объяснит, это создание, так называемых, знаете, рукотворных террористических угроз, помните, были такие сабарийские пираты? Да. Потом они раз и исчезли, получили шкупальцев. Потом появилась другая организация, которая дискретирует миллиард, так сказать, мусульман, в части которых являются моими друзьями. То есть я пронук, что вот это вот создание угроз, руками которых производится хаос в мире, это, я считаю, навязывание миру сценария кататопического, так сказать, и фактически предвоенного. Ну и третья, собственно говоря, война. Ядерная, это локальный конфликт между Индией, в общем, есть карта мира, где концентрация на маленьком локальном участке двигается всего человечества. Это треугольник Китай, Индия и Пакистан. В трёх держав, есть ядерное оружие. Локальный конфликт, несколько глобалистов снимают, это основная проблема в своей жизни. Актериологическая война, ну это элементарно, все об этом знают. Количество баз в Прибалтике, в Украине, в Грузии с биологическим оружием против России, да, скорее всего, кто знает. Ну там, военность присутствует. Итак, навязывание миру сценариях катастрофических, первое. Второе, я считаю, ну это уже в другой категории, но эта угроза существует. Это угроза медленной смерти. Это угроза уничтожения архитической стивилизации между двумя центрами глобализации. Что имеется в виду? Кажется на пальцы. Есть западный мир, западный глобальный проект. Это Англосаксы, это Европа и так дальше. Это сильное цивилизационное ядро. Есть восточный проект. Я правильно показываю? У западного восточного. Восточный проект это Китай. Это новый мировой центр силы. Но я не буду следующее, что все страны, которые по размеру, по твердости, не сопоставимы с этими странами, будут в порошок. Они будут сосканы, так сказать, с этой земли на смысле с мировой политической арены. Поэтому, если мы будем развиваться так, как мы развиваемся, а мы не развиваемся, мы деградируем, нас уничтожит демократический потенциал Китая, ибо культурные, идеологические диверсии Запада. Соответственно, нам нужно быть, двигаться вперед, потому что в формате медленного ремейного развития мы умрем, гарантированно умрем. Но не мы, конечно, сказать, ваших внуков не будет. Ну ладно, у вас у всех уже будут русские внуки. Короче говоря, у моих внуков будущего нет в этой системе дискритер жизни. Это я считаю, вот это медленное сценарие «Жить в смерти». Третий, этот кризис специальный. Что имеется в виду? А, собственно, у людей нет сейчас новых стимулов для жизни. То есть, что имеется в виду? Труд не нужен, его заменяют роботы. Уже сейчас 80% населения землетридящихся, они не нужны, фактически, потому что по трем разным срезам, отрезаем обмунанализу, экономическому и прочим анализам, я бы проводил эти вещи, уже сейчас не нужны 80% населения. Народ говорит, слушай, значит, народ, тебе на работу ходить не нужно, вот тебе без бог зашел заход, вот тебе доступ в интернет, так сказать, или дома, и не спешай выступлений. А зачем надо человеку жить? Ради чего? Раньше он рвал жилы для того, чтобы с родителей с крышком отправить, а сейчас, как бы, его делать не нужно. Это первое. Второе, поднимающаяся сегодня проблема, вопрос, который поднимался, это выход на бессмертие. Практически выход на условный бессмерти уже состоялся. подавление жизни, активность жизни за 100 лет это уже реальность. То есть, в бытии человека, одна из сфер, которых, кстати, разматриваю, в этом треке развития выход на 120 лет в принципе вполне возможно. Но бессмертие бессмертие через еще 100 лет. То есть, бессмертие это уже обозримая технически достижимая пределка. То есть, в этом случае мы получаем что? Мы получаем эгосоциальный кризис религии. Табу смерти больше нет. То есть, после смерти в раю не нужно жить, так сказать, на земле, грубо говоря, благопрестойно, соблюдая комоды авариймических религий. То есть, вот, снятие религиозного табу боюсь, что обернется к тому, что начнется, может начаться война с тем против всех. Потому что табу больше нет. Вот три вида угроз, которые, так сказать, я рассматриваю и привожу в научной литературе для того, чтобы, так сказать, с ними пытаться поработать. Что делать? Кто виноват? Что делать, да? Что делать? По первой угрозе нам нужно как сказать-то короче говоря, по моей гипотезе историческая канва развития человечества, она более-менее известна. То есть, по крупным шагам можно говорить, что мы идем к большей социализации, к большей гармонизации жизни, к большему человеческому отношению, к улучшению условий труда и к точке истории. Ну, то есть, путь, это правда, владение посвященному социализму это показывает. То есть, крупными вехами можно проследить и понять направление социального прогресса, социальной эволюции. Поэтому нам нужно, избегая навязанных сценарий патископических, идти по пути, как сказать, естественно, эволюционного развития, при этом направленного на определенные человеческие идеалы. Предположим, человеческие взаимоотношения, человек-человек-партнер, друг. В таком случае мы можем войти в золотой век, если поддержим себя, предложим синологию нового шестого теплопада. То есть, это я называю естественно эволюционное, при этом направленное развитие. То есть, мы понимаем, к чему мы ведем дальше. Процесс направленного развития, как ни представляется, начался с того, что человечество научилось сохранять жизнь недоношенным младенцем. Когда медицина и гуманизм совпали и сказали нам «Знаете, а мы уже можем жизнь человека сохранять». В этом случае мы получили первое определение осмысленного, направленного развития эволюции человека. Ну, по моим представлениям, это не было. Второе. Кто еще договорил, чтобы нас не растоптали между двумя центрами глобализации, мы должны стать соразмерной силой. Соразмерной. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Сеграмы телевизоров нам объявляют, что, вы знаете, Россия это полтора процента мировой экономики. Россия это никто. Россия это вот здесь вот. Россия это точка на карте мира, нам все объясняют. На самом деле Россия является контрольным владельцем бакета ядерного оружия на земле. Соответственно, мы являемся ведущей геомолитичной державой. Если мы эту позицию попробуем каким-то образом спроецировать на другие сферы, мы способны стать соразмерной силой, соразмерным центром позитивной глобализации. Социальной глобализации. Социальных отношений позитивных у нас есть. Мы переделили социализации летно-силей. Третье это новая формационная модель. Вот был вопрос, вот человек ушел, значит, новая формационная модель, она известна. Я ее называю, ну, я ее называл экономика знаний 2.0, потому что экономика знаний в их базовой комплектации это порождение ремешной парадигмы. Экономика знаний 2.0 это смысл аномика. То есть это безусловное развитие потенциала человека, его конвертация в экономическое пространство и экономические принципы вокруг позитивной матрицы человека. Эта совокупность позволяет говорить о новом формате экономических взаимоотношений. Эта модель пропорирована и собрана мной на экономике человека, микроэкономике предприятия, местной экономике города, экономике региона, экономике страны. В принципе, за 40 лет можно выйти на экономику глобальную, то есть переключить в них новыми экономическими взаимоотношениями. Как это сделать? Тоже известно, не вступая в глобальную каплицу под колесными глобальными финансистами текущего мира. То есть модель экономики существует новая, и вторая техносфера – это новые отрасли промышленности, работающие на новых физических принципах. Новая транспортная система, новая энергетика и так далее. Совокупность именно способна дать России точно, и, в принципе, России, как вода для мира, создать новые экономические и социально-экономические взаимоотношения. Ваша кредо! Какая моя научная база? Научная база у меня следующая. Первая – методология социально-технического прогнозирования макрос, вторая – практика, методологический подход. То есть я, грубо говоря, сперва вижу явление в жизни, потом его описываю экономическим языком, то есть я не теоретик, я практик, то есть, да, академик, который пишет из кабинета свои, так сказать, труды, а у меня есть жизнь, а у меня есть знаки…